Музыка Мужественные покорители гор, гордые и добродушные. Представители этого народа живут в единении с природой, а сказания и песни несут отголоски многовековой истории борьбы за национальное самоопределение. Осетины – ираноязычный народ, живущий на Кавказе. Ученые до сих пор спорят об истории его происхождения. По одной из версий, их предками могли быть Аланы – скифосарматское племя. Музыка Всю жизнь Аланы воевали, всю жизнь. Это несколько веков, они постоянно их нанимали другие, чтобы те победили. И вот такая, к сожалению, я бы не сказал, что судьба очень-очень хорошая. Ну, воинственный народ, и они там, где надо защитить своих близких всегда там. Уникальный памятник истории и культуры народа – Осетинская башня. Величественные постройки можно было встретить почти в каждом селении в Республике Осетия. По традиции, вход находился на втором этаже, а нижний использовался для хранения продуктов. Она многофункциональна, но самое главное – это защита населения. На верхнем ярусе башни всегда сидел молодой человек, который следил за обстановкой. Если он видит врага, он зажигает костер на башне. Эту информацию можно передать по всей горной Осетии именно таким способом. Первым на месте постройки сооружался деревянный столб. Основа осетинского жилища – его хранитель. За ним находился священный очаг. С посиделок у огня начинался и заканчивался каждый день осетинской семьи. Люди молились, давали клятвы, благословляли младенцев и провожали умерших в последний путь. И пока этот очаг горит, жизнь в этом доме продолжается. Ни при каких условиях. Своего рода это домашний алтарь. И отношение к этому месту было именно таким. Например, в этой комнате нельзя было громко разговаривать. Нельзя было произносить бранных слов. В осетинском доме всегда царил порядок и четкое разделение пространства. Жилое помещение делилось на две половины – женскую и мужскую. В первой находилась вся домашняя утварь – посуда из дерева, кувшины из глины. Отдельное место отводилось для детской люльки. В мужской половине находилась большая часть мебели – кресла, деревянные стулья и диван. Каждый предмет убранства дома стоял на трех ножках. Осетинский национальный костюм – это не только одежда, отражающая особенности горной жизни, но и способ самовыражения культуры народа и его традиций. Здесь каждый элемент – от головного убора до обуви – изготавливался вручную. Мужской наряд включал шаровары, широкую распашную рубаху-бешмет и черкеску – выходное платье. Его носили крайне редко. Были такие деревни, черкесок было две-три. И чтобы одеть черкеску на какой-то праздник, кидали жребий. Кому повезет, тот и оденет. Этот элемент одежды украшали газыри – металлические или деревянные гнезда для патронов, нашитые рядами. Женский наряд состоял из длинного платья, нагрудника, корсета, мягких чувяков, платка и шапочки. Образ дополнял нарядный пояс. В центре полная луна, растущая и убывающая. Это такой мощный оберег, который защищал женщину круглогодично. Поэтому без него дом она не покидала никогда. Особым почетом в каждом осетинском доме пользовался невысокий трехногий столик. Его называли фуинг. Обычно его место на стене. Если оказывался на полу, значит хозяин жилища ждет важного гостя. Встречать путника принято словами. Мой дом – твой дом. Я и все мое – твоем. И обязательно угощать знаменитыми осетинскими пирогами. Нижний пирог – стихия земли, средний пирог – стихия воды, верхний пирог – стихия солнца. Прежде чем произнести первую молитву, эти пироги раздвигаются в разные стороны. Если мы посмотрим сверху, три круга в круге получаются. Это очень древний солический знак. Это знак мира на земле. О том, как приготовить вкусную выпечку, знает Лариса Кулумбегова, потомственная осетинка. Для теста берется вода, дрожжи, сахар, соль и мука. По консистенции оно должно получиться мягким и не прилипать к рукам. У нас практически и сейчас, и в то время, когда я еще была маленькая, всех детей учили этому. Я первый раз их начала печь, когда мне было лет 12. Тесто накрывается крышкой и убирается в теплое место на 30 минут. В это время готовится начинка. Основной ингредиент осетинского пирога – это сыр. Его должно быть много. Также в пирог добавляют зелень, картофельное пюре или черемшу. Это дикорастущий лук. Все ингредиенты хозяйки вымешивают вручную. Тесто ближе, когда руками работаешь. И пирог получается, если честно, вкуснее. Вот я сколько бывало пробовала, но нет, это не то. Вот делаешь, когда тесто руками своими. Получается, как будто ты общаешься с этим тестом на живую. Обычно тесто делится на одинаковые клубочки. Их может быть 3, 5 или 7. Главное, чтобы количество было нечетным. Чем тесто тоньше, тем хозяйка славится. Значит, у этой хозяйки все хорошо, все в порядке. А если вот есть, например, бывает. Но это может и не от хозяйки зависит, а зависит еще от структуры теста. Тесто. Бывает, что это тесто толстое. Это уже говорят, хозяйка плохая, что там больше теста, чем начинка. Вроде бы блюда готовятся просто. Однако есть одно условие. Печь пироги важно с чистой душой. Только тогда процесс подарит истинное наслаждение. Очень гостеприимный, очень хлебосольный народ. Мы всегда любим гостей. У нас вообще говорят, и раньше говорили, гости – это божьи гости. Всегда ждали гостя обязательно. И всегда старались гостю самое лучшее. На лепешку аккуратно выкладывается начинка. Пирог переворачивается швом вниз и приминается. Затем помещается на сковородку. Мы собираем пирог так, чтобы тесто равномерно лежало на начинке. Чтобы у нас одинаковые получились все края. Ранее осетинские пироги изготавливались исключителем настоящей печи на древесном угле в тяжелой чугунной форме. Однако сейчас такую конструкцию трудно разместить на кухне. Поэтому пирог выпекается в духовке 10-15 минут. Готовая выпечка смазывается топленым маслом. А теперь начинается настоящий ритуал. Перед тем, как приступить к трапезе, старший мужчина в доме должен прочитать молитву. Первый тост произносим за Бога. Потому что мы все ходим под Богом. Бог – это всегда в наших делах помогает нам. Так считаем, наверное, так и есть. Поэтому за великого Бога пьют первый тост. Три пирога. Дай Бог, чтобы в каждом доме только три пирога всегда. Осетины следуют правилам нарезки пирогов. Это делается только по диагонали, чтобы получилось 4 или 8 треугольных порций. Запрещается крутить изделие вокруг своей оси. Пирог едят исключительно руками. Традиция осетин – это богатая палитра обрядов и ритуалов. Многие из них прошли многовековой путь, остаются актуальны и в наше время. В основе большинства из них – бережное сохранение чести и достоинства, почитание старших, непременное уважение к женщине. Редактор субтитров А.Семкин